Между тем, в городе сегодня обсуждали предстоящий пожароопасный сезон. Совещание на эту тему прошло под председательством губернатора округа Дмитрия Кобылкина. Даже на самом высоком уровне, когда идет подготовка к тушению пожаров, все зависит от штормового ветра. Если ветер сильный, то остановить пожар практически невозможно. Это самое страшное, что может быть в момент, когда идет пожар, если сильный ветер. Здесь очень будет тяжело. Думаю, что главное, чтобы люди были предупреждены и самое главное, чтобы не было человеческих жителей. Обсудить общий уровень готовности региона к пожароопасному периоду в наш город съехались главы четырех муниципальных образований, представители окружного департамента природоресурсного регулирования, а также руководители силовых структур и само собой лесничеств. Открывая заседание, глава региона напомнил, что прошлым летом огненная стихия в округе разгулялась как никогда. За короткое северное лето произошло около 700 лесных пожаров. Не допустить катастроф и человеческих жертв удалось ценой немалых сил и средств. Было потрачено более 300 миллионов рублей. Причем основное финансовое бремя легло именно на окружной бюджет. В этом году тушить пожары в регионе будут сразу несколько организаций, имеющих на это лицензию. Кроме того, будут привлекаться добровольные дружины. Из докладов присутствующих ясно, определенная работа проводится, но ее явно недостаточно. 39 лесничих за год выявили 182 нарушения. 4,5 на каждого. 0,3 нарушения в месяц на одного лесничества. Можно такую работу назвать высокоэффективной? Вообще, я скажу, что у нас в прошлом районе есть такая руководная народная дружина, которая позволяет дурцы работник прокуратуры увольняли за нарушение присяги. Так он один в прошлом году выявил больше нарушений, чем, ну, наверное, не больше, но половину, что только сколько сетов, 9-24 месяцев за год. Я еще хотел бы рассказать вам, что репридация ветхого вареного жилья, которую вы взяли номер один в моей программе под губернатором, я ее восстанавливать не собираюсь и завершу все до конца. Если вдруг, не дай бог, новые дома, которые мы построим, сгорят, то это будет очень большая проблема интригения для всех паспортов. Продолжение следует...